Девушки отдыхают Но для начала напоминаю про бесплатное приложение «Зуму». Давайте запустим его. Теперь ваши планшеты подключены к передаче. Если вы видите такого малыша... Привет, Зумер! ...то он несет вам на планшет подарок. Гиппопотам Отлично! Итак, запускайте приложение... И давайте начнем! Любите кошек? И есть ли у вас любимый вид кошек? Тогда оставайтесь с нами. Сегодня в программе их будет множество. И больших, и маленьких. Филин Флэшу. Филин Флэшу. Ответь, Флэш! Флэш всегда готов снимать. Он фотограф-мастер. Но аварий не сбежать! Уж такой характер! Один остался он в глуши. Где? Понять нельзя. Но ты теряться не спеши! На помощь придут друзья! Берегись! Ай-яй-яй! Филин Флэшу. Филин Флэшу. Прием! Дело плохо. Топливо кончилось. Где ты? Не знаю. Внизу уравнина. Хорошо хоть приземлиться смогу. Поторопись, скоро стемнеет. Надеюсь, двигатель еще... Ой-ой-ой. Флэш, прием. Слышишь меня? Ой-ой-ой. Двигатель отказал. Поберегись! Ой-ой-ой-ой. Прием, Флэш. Флэш, как слышно? Флэш? О, нет. Флэш? Пропал. Так, а если вот это вытащить и это отсоединить, тогда... Ага! Точно. Все сломалось. Ну ладно. Подключаем заново, и тогда... Флэш, прием. Ответь, Флэш. Ага! Заработало! Флэш, где ты? Я здесь. Флэш! Ты цел? Ну... Посадка была жесткая, но я цел. Но что-то мне погода не нравится. Собирается гроза. Батюшки. Быстренько осмотрись и попробуй найти нам подсказку. Хорошая мысль. Пора поработать видеодрону. Вперед, малыш! Так, включаем камеру. Ты все видишь, Филин? Да, много травы. Ой-ой-ой. Видел? Боже мой. Это леопард. Один из лучших хищников планеты. Но меня он есть не будет? Или как? Боюсь, что эта кошка съест любое мясо, какое увидит. Надо тебя вытаскивать. Быстрее, быстрее. Нужна подсказка. Хорошая мысль. Ого! Кто это? Мотыльки. Наверное, летят на свет. Наверное. Ух ты! Еще один леопард? Нет, не думаю. Такая же пятнистая шкура. Но он гораздо меньше. А это уже подсказка. Да. Именно. Потому что ты встретил Генету. Гена... Кого? Генету. Она похожа на кошку. Но на самом деле родня мангустам. И что дает эта подсказка? Постой, я введу данные в компьютер. Травянистые... равнины... обитают леопарды... и генеты. Флэш, ты приземлился в Африке. Отличная работа. Давай спасать тебя, пока не съели. Что? Где? Кто? О! Кажется, кто-то попал в беду. Свинка. Свинка. Ты на месте? Прием. Я здесь, Филин. Отлично. А то Флэша сейчас съест леопард. Болты до гайки. Он в Африке. Я выслал координаты. Не волнуйся, я сейчас его вытащу. Да. Свинка идет на помощь. Хорошие новости. Свинка уже в пути. Спасибо, Филин. Но скажи, чтобы поторопилась. О, нет. Леопард? Да. Уже подкрадывается. Генетти. Берегись. Беги, малыш. Нет, на дерево не надо. Леопарды отлично по ним лазают. Это правда. Но они гораздо тяжелее Генетти. И на верхушке она будет в безопасности. Теперь леопарду придется искать другую добычу. Что-нибудь попроще. Собаку? Да, подойдет. Собака – отличный вариант. Собака? Нет. Собака – это ты. Ага. Филин, свинки. Филин, свинки. Слушаю тебя. Скорее. Флэш. Леопард. Что-что? Помедленнее. Ему грозит страшная опасность. Где ты? В пяти минутах лета. О, нет. Пожалуйста, скорее. Скажи ему, чтоб держался. Я лечу. Понеслись. Ой-ой-ой. Флэш? Где там леопард? Есть хорошая новость. Он ушел. Чудом спасся. А знаешь почему? Смотри. От молнии начался пожар. Он идет в мою сторону. Свинка, поспеши. На помощь. Я его не вижу. Темно и очень много дыма. Он где-то там, внизу. Где же ты, Флэш? Боже мой. Боже мой. Ничего не видно. Флэш? Ты там? Да. Пока да. Ты сможешь подать свинке сигнал? Так, малыш, пора звать на помощь. Сюда, свинка! Ага. Ага. Поторопись. Включаем прожектор. Кого тут надо подвезти? Ура, свинка! Давай тебя вытаскивать. Слава богу. Пока, леопард! Свинка, 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 прием, ответь. Да, Филин. Свинка? Тут с тобой хотят поговорить. Привет. Флэш, ты цел? Целиком и полностью. Ой, ой. Слава богу. Спасибо, свинка. Да не за что. И вам спасибо. Поехали домой. Точно. Бонжур. Как вам мои новые обои? Шикарно, да? Вы знаете, какое животное носит такой узор? Я покажу вам. Давайте откроем приложение Зуму. Вуаля. Ага. Угадали, кто это? Посмотрите на эти прекрасные пятна. Угадали? Леопард. Мне нравятся пятна леопарда. Монифик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он сидит на коленях, ему чешут живот. Пушистый и мягкий. Конечно же, кот. Он урчит, когда доволен и шипит, когда зол. Может в щеку лизнуть и забраться на стол. А пока люди не брали их в дом, кошки жили на улице и мокли под дождем. Подумай о том, как бы ты жил котом. Можно тихо красться, как кошка. Можно полениться немножко. Быстрее молнии и крепче стали. Но звон кастрюль на кухне пропустят едва ли. Кормом хрустишь. Но еще лучше мышь. Барсик и Мурзик, Дуся и Моня, Симба и Багира, Персик и Соня, Усатый, Черныш, Снежка и Виски, а также все котята, что родятся у киски. Подумай о том, как бы ты жил котом. Пора поискать новых животных в приложении. Мы с вами посреди пустыни. Ага, догадываетесь, кто это? Вот вам подсказка. Эта кошка живет сама по себе. У нее острое зрение. Она очень быстро бегает. А вот и наш зумер. Давайте узнаем ответ. Это пума! А теперь почитаем. Мам! Мама! Мама! Что такое? Закрой окно! Зачем? Эти лягушки в пруду так шумят, я заснуть не смогу. Не только они тут шумят. Нет, убери лягушек! Давай сначала расскажу сказку. Ура! Сказка! Только говори громче, а то ничего не услышу из-за кваканья. Ну ладно. Сказка про Африку как раз для тебя. Называется «Принцесса львица и лягушки». Давным-давно, еще когда мир был молодым, жила, поживала самая счастливая семья лягушек на свете. У них в пруду было полно вкусных комаров. И каждый вечер они заводили песню «Корм, корм, корм!» Ага, вот так же, как эти у нас за окном. Ну, я им задам! Ты совсем как принцесса. Правда? О, да. Рядом с прудом была королевская пещера, где жила королева львов со своей дочерью, принцессой львицей. Она совсем как я. Ну, принцесса была обидчивая, ворчливая, с ужасным характером. Нет, совсем не похоже. Ага. Так вот, когда принцесса ложилась спать, то ворочалась и ворочалась, и крутилась, и крутилась. Отгадаешь, почему? Не-а. Я подскажу. Лягушки не давали заснуть. Прямо как мне. Не дают выспаться, кричала она королеве. Убери этих мерзких лягушек. О, могла бы взять затычки для ушей. На следующий день королева нанесла визит лягушкам. Мне очень жаль, сказала она, но моя дочь настаивает на том, чтобы я вас выгнала из королевства. Разве она не знает, что будет без нас, лягушек, ответили они. А что, для начала будет тихо. Возможно, но лягушки предупредили королеву, что случится что-то ужасное. Королева не хотела расстраивать принцессу и придумала план. Давайте вы на недельку устроите себе отпуск. Предложила она. Лягушки согласились. Ну а если принцесса за это время не передумает, уйдем совсем. Сказали они. О, ну и повезло принцессе. Да, она хлопала в ладоши, когда смотрела, как лягушки собирают вещи и скачут в отпуск. С трудом дождалась вечера. Но стоило ей закрыть глаза, как она услышала. Все громче и громче. И еще громче. А потом, ой, ее кто-то укусил. О, еще раз, еще, еще. Москиты. Злобные кусачьи москиты. Наутро принцесса была измучена. Почти не сомкнула глаз. Вся покрылась вулдырями от укусов. Откуда взялись эти москиты? Как же, ответила королева, их ведь теперь некому есть. Лягушки! Лягушки в отпуске! Вот именно. Это была самая длинная, пескучая и кусачья неделя в жизни принцессы. И как только лягушки вернулись, она побежала к пруду и стала умолять никогда больше не уезжать. Просила сразу же начать есть москитов. Они начали! Ну, еще бы, через день ни одного москита не осталось. Тем вечером принцесса мирно погрузилась в сон под звуки песен радостных лягушек. Наконец-то все пошло на лад. Конец. Классная сказка, мама! Пожалуйста, открой к нам пошире. Хочу послушать пение лягушек. Так теперь ты их любишь? Побольше, чем москитов. Я тоже. Спокойной ночи, лягушонок. Спокойной ночи. Спокойной ночи, лягушки. Ух ты, как здорово! А, привет! Не хотите сыграть в игру? Называется «Узнай животное». Если у вас есть наше приложение, то берите планшет и начнем действовать. Итак, вот вам подсказки. Это животное обитает на равнинах Африки. У него четыре мягких лапы. Желтые глаза. Белые усы. И розовый язык. Острые клыки. И много волос. Догадались, кто это? Это лев! Забираем карточку. Можно закрыть приложение. В следующий раз опять сыграем в игру «Узнай животное». Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...